Здравствуйте! В эфире программа «Смотрите, кто пришел». Почему занятие художественной гимнастикой развивает не только физически, но и умственно? И почему перед родителями на время тренировки она закрывает дверь? Об этом и многом другом поговорим сегодня с моей гостьей. Кандидатом в мастера спорта по спортивной гимнастике, педагогом дополнительного образования Дворца детского и юношеского творчества имени Алексеевой, тренером по художественной гимнастике Евгения Шарниной. Евгения Шарынина уже много лет работает тренером по художественной гимнастике. За эти годы десятки ее воспитанниц стали настоящими звездочками этого красивого вида спорта. Победы юных гимнасток на городских, областных и региональных чемпионатах стали ее победами. Евгения Васильевна, здравствуйте! Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, первый вопрос, который хочу вам задать. Когда ваши девчонки, совсем крошечки еще, выходят на соревнования, им надо сейчас выходить, что вы им говорите? Что все получится, не переживай. Успокаиваете их? Да, конечно. Они сильно волнуются? Они очень первый раз волнуются, и на тренировках уже начинается волнение перед соревнованиями. Но потом, перед самым выходом, все успокаиваешь их, что все хорошо, все не смертельно, все получится. И даже если не получится, то потом доработаем. Ничего страшного в этом нет. А вот этот опыт неудач, он нужен вообще? Обязательно нужен опыт неудач детям, чтобы они понимали, что это необходимо тренировать, натренировывать, и чтобы детки потом чувствовали себя увереннее, когда у них появляется удача. А вот скажите, пожалуйста, как вы считаете, вообще вот мода на какие-то определенные виды спорта существует в нашей жизни? Ну, я думаю, что существует, конечно, мода в разные годы, в разные, там, в зависимости, может, даже от Олимпиады, какой вид спорта лидирует, и появляется мода на этот вид спорта. Родители стараются детей записать в этот вид. Вот можно сказать это про художественную гимнастику, что сейчас вот всплеск такой идет интереса именно к этому виду спорта? Ну, я думаю, что да, сейчас очень много сильных девочек, которые выступают и на Олимпиадах везде, и на чемпионатах мира, именно российские девочки. И поэтому мамы девочек стараются записать в этот красивый вид спорта, и чтобы девочка их также выросла красивой, гармоничной, умницей, красавицей. А вот когда к вам приводят малыши, вот с какого возраста вот вы берете девчонок? Ну, я беру с трех лет деток, чтобы немножко они адаптировались к тому возрасту, когда уже можно начинать им что-то посложнее давать. Потому что в более старшем возрасте ребенок уже, ему сложнее пройти эти этапы формирования. То есть пока вот они еще мягонькие, пластичные, как пластилинчик. А вот скажите, еще мне всегда вот очень интересно, тренер видит перспективных детей и как-то обращает на них больше внимания или вот все равны пока до определенного какого-то возраста? Нет, ну, есть детки, которых сразу видно, конечно, уже приходят, уже сразу они очень внимательные, очень, как сказать, ну, можно сказать, развиты для этого вида спорта именно, развиты. Но есть дети, которые не проявляют себя малышами и потом уже спустя какие-то годы начинают показывать свой характер и уже у них что-то начинает получаться. И тогда они догоняют быстро этих девочек. Художественная гимнастика, особенно вот в таком раннем возрасте, когда начинаются растяжки, какие-то упражнения, которые надо, в общем-то, пройти через боль. Вот как вам удается убедить вот этих крошек, что надо это делать обязательно, что потом? Они же не понимают, что потом. Для них вот только есть здесь и сейчас. Как вот вам, не знаю, убеждаете-то их? Ну, наверное, больше ласка их, это убеждаешь, и время сокращается для растяжек. То есть сначала по чуть-чуть начинаем, то есть там, ну, даже 10 счетов, чтобы ребенок немножко привыкал к этой боли. И со временем это время увеличивается, и уже ребенок, например, через год он уже больше терпит, чем вот, например, когда приходит. Потому что понемножечку, потихонечку уговариваешь их, там, снимем уси-пусечки, там, вот, чтобы они не плакали. Но они все равно, конечно, и плачут, и все, им это больно очень. А вам их жалко? Мне их очень жалко, но у меня специфика работы такая, чтобы девочки были растянутыми, потому что это необходимо для гимнастики, растяжка и гибкость. Вот еще хочу спросить, бывают такие моменты, что вот вкладываете, вкладываете, выращиваете, выращиваете спортсменочку, а потом она раз и ушла к другому тренеру. Что вы испытываете в этот момент? Ну, боль, утраты этого человечка, которого ты вкладываешь душу. Ну, я понимаю, что если ребенку это хорошо, и ребенок чувствует там себя у другого тренера хорошо, я очень рада за него и горжусь им, если у него получается что-то, и побеждает, и все. Я за ребенка, чтобы ребенку было хорошо. Я, конечно, переживаю, как любой тренер, любой человек, ну, который, получается, что от него что-то уходит. Ваши малышки вырастают, что с ними потом происходит? Вот они уходят уже или идут дальше? Ну, потом по-разному. Есть девочки, которые, конечно, остаются потом и тренерами, у меня есть девочки, которые идут в хореографические училища, есть, которые работают благополучно финансовыми директорами. То есть дети умные, они могут себя в любой профессии воплотить, то есть они учатся все хорошо, девочки, на гимнастике. Их это стиль жизни, все по порядочку, и они успевают все делать, потому что здесь очень много, большая нагрузка вот именно вот на мозг. Много предметов, много движений, и это все координирует ребенка. И поэтому они вырастают, ну, в основной части успешными, конечно, людьми. То есть получается, что художественная гимнастика не только физически развивает девчонок, то есть это дает не только какую-то красивую осанку, не знаю, там, пластику какую-то, но и умственные возможности. Да, конечно, обязательно, умственные, даже можно сказать, в большей части, потому что, ну, я говорю, это очень высококоординированный вид спорта, и им приходится быть умными, потому что надо очень большой объем памяти иметь, чтобы запомнить все, что они делают на соревнованиях и на тренировках, и все услышать, и все понять. И поэтому они, как сказать, более внимательные, и у них поэтому более четко все укладывается. Что вас может вывести из себя на тренировке? Непослушание. То есть вы такой тренер, который требует вот прям вот я сказала, так и будет. Ну, я очень требовательная, да, тренер, конечно. Конечно. И я позволяю девочкам и повеселиться, и все. Но когда идет работа, то полная концентрация того, что мы делаем, чтобы не было никаких отвлечений от того, что мы сейчас проходим, потому что если ребенок начинает отвлекаться, он не услышит меня, и мы не сделаем то, что у нас запланировано. Малыши, да, такие вот маленькие, ездят к вам со всего города заниматься. Здесь, наверное, очень большая ответственность лежит именно на родителях. Ведь они впервые приходят к вам. Ну, это в первую очередь родители, конечно, потому что родители должны работать вместе с тренером. Потому что тренер требует от ребенка, и родитель должен понимать, что это во благо ребенка. И если даются поблажки со стороны родителя, ну, я не говорю, что в жизни, а именно в спорте ребенок дают ему поблажку, то ребенок понимает, что здесь можно, а здесь нельзя. То есть здесь должна быть общая цель и в общую работу. И ребенок и дома должен заниматься и повторять то, что мы делаем. Ну, то есть для себя, чтобы не забывать, чтобы, приходя на тренировку, он помнил, да, что мы там проходили прошлые тренировки. Евгения Васильевна, а почему вы не пускаете родителей на тренировки и закрываете перед их очень любопытными взорами дверь? Ну, ребенок, он есть ребенок. Он все равно отвлекается на родителей безусловно. И ему хочется и похвастаться перед родителем, и посмотреть ему в глаза, и сказать, посмотри, как я хорошенько, и посмотри, что я научилась. Есть время для родителей, которые мы делаем открытые уроки, и они смотрят на свои достижения, на достижения своих деток. Есть соревнования, куда родители приходят и видят, как ребенок вырос их там за год, за два, например. Я думаю, что не обязательно видеть родителю наш процесс тренировочный. Но это не всегда приятно, скажем так, что могут увидеть родители. Это не значит, что вы их там бьете палками. Нет, это не значит, что я их никогда не бью палками, естественно. Но строгость не всегда нравится родителям, но без этого никак. Так, я понимаю, что есть тренеры, которые очень мягкие, да. Но вот у меня такой подход, и я считаю, что ребенок должен сконцентрироваться и услышать тренера. И родители видят все, но позже. Евгения Васильевна, спасибо вам огромное за интервью. Удачи вам, удачи вашим девчонкам. Ну, чтобы побольше было золотых медалей в вашей копилке. Спасибо. Ну, а на сегодня у меня все. Увидимся ровно через неделю, в следующую пятницу. Не пропустите. Ваш здесь встреча с очень интересным человеком. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова